Эксперты Международного совета по повышению конкурентноспособности российских университетов среди ведущих мировых научных образовательных центров «Проект-5-100» оценили развитие Дальневосточного федерального университета и его приоритетных научных направлений. В сопровождении ректора Сергея Иванца российские зарубежные специалисты познакомились с ключевыми исследовательскими и инновационными проектами крупнейшего вуза региона. Национальный проект «Проект-5-100» реализуется для максимизации конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг. Дальневосточный федеральный университет является одним из 15 вузов-участников проекта «Проект-5-100». Динамично стартовав в программе в 2014 году, ДВФУ за короткое время достиг существенных результатов в исполнении взятых на себя амбициозных обязательств. Презентация университета для экспертов началась у макета «Кампус ДВФУ-2020». Ректор Сергей Иванец рассказал об уже существующей инфраструктуре, уникальной масштабах России, а также планах на строительство второй очереди кампуса. Отдельно он отметил перспективы создания на острове Русском территории опережающего развития, где ДВФУ должен стать центром реализации инновационных идей и технологических решений. Далее члены Совета познакомились с прорывными исследованиями университета в сфере изучения мирового океана. Экспертам рассказали о проводимых морских экспедициях и конструируемых в ВУЗе роботах для исследования биологических ресурсов, изучении рельефа дна с целью планирования прокладки трубопроводов и кабелей, строительства сооружений, поиска месторождений газа и нефти. Презентацию сопровождала прямая трансляция с видеокамеры подводного робота, работающего на дне в бухте Аякс. В лаборатории механических испытаний и структурного анализа материалов гостей познакомились проводимы в ее стенах оценкой прочности и долговечности различных материалов и конструкций, в том числе элементов подвижного состава и новых стоматологических имблантов. Следующим объектом презентации стал интеллектуальный роботизированный комплекс для обработки деталей новых вертолетов, созданный в инженерной школе ДВФУ по заказу авиационного предприятия «Прогресс». Эксперты познакомились с технологическими решениями, применимыми для создания этой уникальной машины и преимуществами использования робота по сравнению с традиционной резкой деталью вручную. Археология Археология стала следующим направлением, представленным экспертом. В лаборатории гостям рассказали об исследованиях, которые ученые вуза проводят на территории Приморья и по другую сторону Тихого океана, на берегах Эквадора, в партнерстве с латиноамериканскими коллегами и продемонстрировали уникальные артефакты, обнаруженные в ходе экспедиции. В медицинском центре ДВФУ эксперты узнали о работе уникального для Дальнего Востока России лечебно-научного учреждения, где применяются самые современные методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Школа биомедицины ДВФУ стала местным знакомством с еще одним прорывным направлением, над которым работают ученые вуза созданием биосовместимых имплантируемых материалов и биоискусственных аналогов сканий для регенеративной терапии травм мозга. В школе искусства, культуры, спорта ДВФУ эксперты посетили открытые уроки по скульптурной пластике и мастер-класс от английского фотографа Рольфа Гобица. Знакомство с Дальневосточным федеральным университетом завершилось в Центре русского языка и культуры, где гости побывали на интерактивном уроке для иностранных студентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин